Хоба! Привет! С вами доктор Влад. Я сегодня не по-детски разозлился и даже не стал забираться на Трэдмилл прямо отсюда. Ребята, буквально двухминутный ролик. Я вам объясню в нескольких предложениях, почему Соловей, Соловей, это путинский проект. Вот. И вы поймёте. Ну, я надеюсь, во всяком случае, мой прошлый ролик прошёл хорошо с Трэдмилла. Вот смотрите, если вы читаете книжки, книжки, для тех, кто не знает, это стопка листков таких напечатанных. Вот. И там много-много буквок таких вот. Ну, и раньше их люди читали. Сейчас, по-моему, уже не читают. Так вот, я... По-моему, это было в книжке «Проклятые короли». Уже не помню, кто написал. Спросите у Иры Федотовой, она знает. Вот. И там о том, как выбирали нового папу римского, естественно. Ну, вы знаете, что... Ну, наверное, знаете, что они там собираются, их запирают. И пока они не выберут папу, их оттуда вообще не выпускают. И когда они выбрали этого папу, значит, пускают дым, да? Для чего такое многословие? Это для дела, ребята. И вот в этой книжке «Проклятые короли» значит, никак они не могли выбрать папу и сидели там сидели, никак не могли найти достойного. И один был старенький папа. Ну, то есть, он не папа, он кардинал, из кардиналов выбирают. Вот. Он решил пойти на хитрость. «Прикинулся больным. Вот я сейчас... Ну, не сейчас, но послезавтра точно я помру. Выбирайте меня. А дальше уже, когда я помру, уже спокойно, не торопясь, выберите, кого хотите». Ну, вот они его выбрали. И он там, по-моему, ну, сидел на этом папином троне, или я не знаю, что там у него есть, ну, на стуле, во всяком случае. Да, что-то лет 14, что ли. Вот. Дальше давайте я перехожу на Соловья. Почему это проект Путина? Потому что Соловей, значит, постоянно рассказывает, что Путин то раком болен, то ещё что-то. Ну, вообще, он смертельно больной, и смысл такой, что на него вообще нормальным людям не стоит обращать внимания. Он вот-вот помрёт, вот-вот. Вот так что, ну, да бог с ним, ну, что бы он ни говорил, чем бы он ни занимался, какие бы там войны с Украиной не открывал, он всё равно скоро помрёт, и поэтому на него не стоит обращать внимания. Вы поняли, да? Вот он специально это всё делает. И, ну, для того, чтобы это считалось, ну, как бы, ну, не знаю, оппозицией, его там даже один раз условно арестовали, вот, потом выпустили, ребята. Ой, была такая песня, я возьму ружьё, убью соловья, спи спокойно, тёща моя, вот так, ребята. Это однозначно, это один из проектов, проектов Путина, чтобы все считали, что он вот-вот помрёт, и не принимали, не предпринимали никаких мер. У меня всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok